Всех приветствует Отвертка, канал Домашнего Мастера. Сегодня мы занимаемся радиолюбительством. Итак, программное обеспечение HD-SDR, прекрасно работающее с китайской подделкой RSP-1. Есть такое дело. Была куплена буквально давеча и так далее. И вот наступает лето, и, соответственно, у нас возникают вопросы защиты входа, по входу данной железяки, RSP-1. И сегодня как раз мы будем этим делом заниматься. Перед пайкой мы проверяем HD-SDR по работе, по всем входам и так далее, прогоняем, смотрим и так далее. И для вас я показываю, как происходит взаимодействие подделки RSP-1 китайской с программным обеспечением HD-SDR. Работает, все шуршит, настройки идут и так далее, никаких проблем нет. Итак, наша задача защитить входные цепи данной железяки. Во многих источниках в интернете на это дело авторы указывают. Обязательно надо провести все это дело. Итак, что мы имеем? А мы имеем RSP-1. Это китайская подделка, довольно-таки неплохо работающая. Итак, в закромах радиолюбительских мы нашли диоды КД-503. И, соответственно, наша уже железячка. Вот видим куча разъемов. Это вообще-то правильно, это гораздо лучше, чем подавать кучу антенн на один вход и так далее. Открываем, смотрим, видим. Входные цепи, соответственно, два чипа стоит MCI-001. Вот входные цепи у нас под каждый диапазон. Довольно-таки неплохо работающие. В интернете проверяли. Чип MCI-001, MCI-2500 и USB Type-C выход. Может быть, microUSB. Пайка красиво сделана. Сборка SMD-шная и так далее. Но у нас как раз и возникает вот эта вот проблема, как на входы повесить встречно, параллельно подключенные диоды. Диоды можно применять разные. 522, 521 и так далее, и тому подобное. В наших закромах высокочастотные и правильные 503 диоды. Вспоминаем молодость. Собирали балансные модуляторы, смесители и так далее. Пайка все красиво сделана, тут никаких проблем. И наша задача именно центральный ввод антенной посадить на землю с помощью встречно-параллельных диодов. Ну и, соответственно, здесь паяльник 40-ваттный уже никак сюда не влезет. Здесь надо применять уже более-менее поменьше паяльника. Или паяльную станцию. Если у вас есть SMD-шные диоды, применяйте SMD-шные. Это гораздо будет технологичнее и правильнее, если честно. В нашем случае применяется стандартная канифолька, 36-ваттный старый-старый паяльник с тоненьким жалом. И вот наши диоды 503. Еще раз говорю, можно разные применять. Импульсники, они будут нормально работать. Наша задача посадить прибывшее напряжение импульсное или постоянное на вход антенны на землю, чтобы она дальше не прошла, не подпалила где-то там конденсаторы, катушки и так далее. И не пришло напряжение на вход чипа MCI-001. Такой же чип стоит на Malaquite DSP. Неплохо, между прочим, работает. И эта железяка у нас довольно-таки неплохо работает. Так, с диодами мы делаем вот такое же. Скручиваем их и формуем. Соответственно, сформовали. Формировочку сделали. Перед этим по-любому надо. И, соответственно, производим распаечку. Вот таким макаром я придумал. Предварительно обязательно заложиваем все это дело, чтобы пайка проходила правильно. Ручками, как всегда, это не SMD. Мы сейчас как раз будем совмещать SMD-монтаж с навесным. Со старым, визуально понятным навесным монтажом. Соответственно, везде пайку делаем. Никаких просто скруток делать здесь нельзя. И проводим, так сказать, со всеми диодами вот эту вот операцию. Формовка называется. Встречно-параллельные. Заложенные и подготовленные к дальнейшим нашим действиям. Соответственно, все это делаем со всеми остальными парами диодов. Итак, забамбурили. Красота. Красота. Соответственно, все это делаем уже не на камеру, конечно, а вот с помощью нашего паяльника. Навесным монтажом подпаиваем на массу, так сказать, на землю и на центральный провод. Соответственно, если сюда придет какое-либо напряжение, диоды все это дело посадят на землю. Грозовые разряды, какие-то другие импульсы и так далее. Потому что здесь у нас входные цепи не разделены конденсаторами. Может, где-то и разделены, но кондер может прошибить элементарно. И MCI-001 может выйти из строя. Все, в принципе, собрали, проверили. Все просмотрели с помощью увеличительного стекла. И собираем нашу железячку. Скажу, довольно-таки неплохо работает. И решение с кучей контактов – это довольно-таки неплохо. Подключил антенны, не надо больше их переключать. Соответственно, запускаем HD-SDR. Она красиво работает. Проверяем все по бэндам, по входам, чтобы все везде работало. Чтобы был вход не закороченный и так далее. Соответственно, смотрим. Да, все работает, все зарегут. Соответственно, мы к лету подготовились. К грозам, по всяким импульсам непонятным и так далее. RSP-1, китайская поделка, довольно-таки неплохо работает. И по динамическому диапазону, и по чувствительности и так далее. Не то, что RTL-овские свисточки. Так что удачи вам и хорошего прослушивания радиолюбительского эфира. Пока. Это канал Отвертка, канал Домашнего Мастера. Надеюсь, данная информация была вам полезна. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. Смотрите наши еженедельные стримы. С нами будет интересно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok